Московский президент Путин заявил на совещании со своей бандой так называемых военных, что у них в банде порядка двух тысяч беспилотников. Очень интересно. А что ж тогда ваши беспилотники ничего не могут сделать с армией Украины? И что же они не летают у вас все? Вот у Украины есть беспилотники, это понятно, это видно. Не, а у России тоже есть беспилотники, понятно. Знаете, как они работают? Ну, как наши такие, простенькие тоже. То есть цепляют гранату, единственное, на что этот беспилотник способен, это долететь до какого-то места, и его там отпускают, эту гранату, граната летит вниз под силой притяжения земли. Вот это такие боевые беспилотники России. Ничего другого у них нет. Конечно, типа Байрактара или там американских, и близко у них нет. Кстати, Байрактары в Украине очень скоро, сейчас прямо строится завод, скоро будут производить уже прямо в Украине. Так что большой привет Путину и его Камарилье. Кроме этого, Путин еще сказал, что России надо подготовиться к вот всяким таким угрозам, и что ей надо выпускать свои беспилотники, которые будут на том же уровне, как и беспилотники врага, ну, или, как они там говорят, потенциального противника, то есть наши беспилотники. Я себе представляю, что дело в том, что эти беспилотники будут делать абсолютно те же самые люди, которые делают ВАЗ-2107, ну, или как это там, Лада Калина и прочее, вот это вот еще не трактор, уже не машина. Представляете, что они сделают? Совершенно правильно. Когда руки растут не из плечей, а из того, что ниже пояса, сделать не то, что беспилотник нельзя, они не в состоянии сделать даже, я не знаю, хлеба для свиней нормального, а не беспилотники, либо еще что-нибудь. Ну, в общем, такое замечание, видите, довольно смешное, о том, как Путин готовится противостоять украинским беспилотникам, да и всему остальному. Смешно, да и все.